Прямо сейчас у нас есть уникальная возможность пообщаться с выпускницей 2016 года Юлией Сухорословой. Юля, привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я возглавляю отдела стратегии маркетинга в IT-компании Гостгрупп. Компания занимается разработкой комплексных систем управления городскими сервисами и автоматизацией для бизнеса. Здорово! Как ты туда попала? Сразу после выпускного тебя забрали или у тебя была стажировка? Как ты пришла? Это был достаточно долгий путь. Сначала я реализовывала свою карьеру в государственном консалтинге в радиоэлектронной промышленности. Как раз у меня образование на стыке двух специальностей. Первое – это техническое в области микроэлектроники. Второе – это экономическая безопасность, тоже МИФИ. А как вообще твое обучение в МИФИ повлияло на твой будущий путь, на твою будущую карьеру? Да, так получилось, что на стыке технического и экономического образования я создала себе такое конкурентное преимущество. Когда ты понимаешь физические основы, как работает электроника, как работает микроэлектроника, ты принимаешь более правильные и взвешенные решения. И помогаешь условно на высоком государственном, правительственном уровне принимать грамотные и технически обоснованные решения. Это очень важно. Что было самое тяжелое, самое трудное во время обучения в МИФИ? Самое трудное? Наверное, не слушать, наверное, какие-то оценочные суждения. И все-таки были стереотипы о том, что девушка в технической среде. Это, наверное, не совсем правильно. Но когда ты понимаешь, зачем ты этим занимаешься и к какому результату ты идешь, это помогает тебе не обращать на это внимания и не оценивать, не думать какими-то категориями. Не вешать на себя ярлыки и продолжать как бы двигаться дальше. А вот с другой стороны, что было самое приятное, может быть, самое яркое воспоминание из обучения? Мне очень нравилась научная работа. Я прям кайфовала, когда писала диплом, проводила эксперименты, сидя на кафедре перед Новым годом. Это было прекрасно. Жалобили сейчас такого нет. Мне кажется, можно устроить. Сейчас мы Дениса Сергеевича позовем. Я думаю, да, они такого будут рады. То есть у тебя научная работа была какая-то практическая, правильно? То есть надо было что-то делать. Можешь подробнее рассказать вообще? Потому что интересуют такие вопросы тоже. Возможно ли студентам заниматься практикой, либо еще что-то такое? На самом деле главная инициатива и желание. В принципе, все возможно. Я по своей инициативе приходила на кафедру, смотрела, есть ли какие-то задачи, какие-то работы, которые можно поделать. Чисто для себя удовольствие, даже прийти, попаять что-нибудь или порешать какие-то задачи. В основном работа была экспериментальная. И она была связана с радиационным облучением транзисторных структур. И было, правда, здорово все поделать ручками от ИДО, начиная от, как это называется, распиливания транзисторов до проведения экспериментов по облучению и дальнейших расчетов. Весело же, да? Наверное. Я просто не понял, о чем ты говорила, но в целом звучало классно. Вернемся к вопросу про трудоустройство. Вообще, как ты думаешь, какими уникальными компетенциями обладают выпускник именно Intel? На самом деле, я думаю, важное, самое главное, это навыки критического мышления. Системности очень мало, особенно среди коллег, как я наблюдаю, не технических специальностей. Такой навык мало у кого есть, а он действительно очень помогает. Это, в принципе, и в управленческой карьере в том числе. Умение учиться и работать очень много и очень качественно. И, в принципе, понимание того, что ты сам отвечаешь за результат. То есть, никто не придет, тебе не поможет, ты решаешь задачу от ИДО. Вот, наверное, это те навыки, которым учат МИФИ. И провокационный вопрос. Вот если бы у тебя был шанс вернуться назад, ты бы еще раз поступила на Intel? Да, конечно. Почему? Ну, мне очень нравится, в принципе, электроника, это сфера деятельности. И мне, в принципе, вообще, я эти времена вспоминаю с очень большой теплотой. И напоследок, может быть, несколько советов, либо напутствий будущим студентам Intel? Ну, наверное, это очень важно гореть тем, чем вы занимаетесь. И, в принципе, расставлять правильно приоритеты. Если вам действительно нравится то, что вы делаете, отсекайте все лишнее. Занимайтесь именно тем, чем вам нравится. Второе, наверное, понимание, что МИФИ дает базу и хороший фундаментальный такой базис. Вот этот фундамент, а дальше уже все в ваших руках. Вы сами строите свою карьеру и свой карьерный путь. И очень многое зависит от вас. Поэтому желаю вам всего самого классного, чтобы это время вам запомнилось. И действительно, вы тоже вспоминали его с теплотой. Юль, спасибо огромное, что посвятила нам время, пришла, ответила на самые важные вопросы. А прямо сейчас мы переносимся в НИЯУ МИФИ на виртуальную экскурсию в наноцентр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok